В «Слуге народа» рассказали, как работает тыл в Днепре. В результате войны город Днепр столкнулся с рядом проблем. Бизнес в трудном положении, аграриям сложно закончить посевную из-за нехватки горючего. А более 89 тысяч переселенцев нуждаются в помощи. Впрочем, бизнесмены, волонтеры и депутаты активно помогают людям в тылу. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елена Шуляк по итогам визита в Днепр. Конечно, как в любом городе, к которому пришла война. В Днепре много боли, страданий и проблем, но много и вдохновляющих историй, которые увидела воочию. Сейчас каждый, кто может хоть чем-то помочь, пытается сделать это на своем месте, поддержать военных переселенцев. Бизнес, кто-то лечит, кто-то кормит и предоставляет жилье, другие стали волонтерами. Поделилась она. Партийная ячейка СН в Днепре стала крупным гуманитарным хабом, рассказывает председатель политсилы. Сотрудники не выехали из города и не перешли на дистанционку. А работают непосредственно с людьми, совмещая партийную работу с волонтерством. В хабе люди могут получить еду, жилье и даже варианты работы. Кроме этого в Днепре волонтеры вместе с депутатами партии в Днепровском райсовете организовали специальные шелтеры, через которые в целом прошло уже 1700 переселенцев. Здесь, в частности, им помогают найти работу. 80% из тех, кто живет в приюте уже работают. Шуляк также посетила больницу Мечникова и рассказала о главном враче учреждения Сергея Рыженко, по совместительству он также депутат «Слуги народа». Он каждый день борется за жизнь тех, кому довелось столкнуться с войной и военным и гражданским. Воочию увидела. Сколько тяжело раненых в больнице, поэтому главный медицинский персонал практически живет здесь уже более двух месяцев. Спокойно на такое смотреть невозможно, тут понимаешь. Насколько ценны наши врачи, добавила Шуляк.